Степан Жигарханян более 20 лет живет в Америке. Занимается тем, что играет в казино Лас-Вегаса в покер. Степан постоянно путешествует. Где он только не побывал. Обо всех своих поездках он рассказывает в своем инстаграме. По его аккаунту можно изучать нашу планету. Этим летом в связи с пандемией Степан путешествовал в окрестностях Лас-Вегаса. Там тоже много интересного. Например, он показал национальный парк Брайс-Каньон. Зрелище захватывающее и фантастическое. Посмотрите сами. Раннее-раннее утро. Только прибыли сейчас на кромку Брайс-Каньона. Я обещал себе держать себя в руках. Не тратить пикселей и места на карте. Но не удержался. Потому что вот такая красотища. Раннее утро, солнце. И что самое меня потрясает, абсолютно никому народу. Сейчас в кадре было бы человек пятьдесят при обычных обстоятельствах. А дела у нас такие. Находимся мы на одной из самых высоких обзорных площадок Брайс-Каньона. Что-либо рассказывать подробно про это место я не буду. Обратитесь к гуглу, к википедия, к любым печатным источникам. Что-либо пытаться рассказать или описать это занятие абсолютно бесперспективное и неблагодарное. Я лучше сделаю то, что могу сделать, покажу. Сейчас немножко отдалил фокус. Вот это панорама. Постараюсь захватить все. Всего этого Брайс-Каньона. Это рай для голливудских продюсеров. Пожалуйста, все научно-фантастические фильмы. Все можно снимать здесь прямо без декораций. Такие совершенно фантастические виды. Дышится, правда, тяжеловато здесь, но ничего не поделаешь. А ущелье Брайс-Каньона выглядит вот так, если находиться совсем уже внизу. Но мы это еще не совсем внизу. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Вот как назвать эту климатическую зону? Вот посмотрите. Только что была тайга. Самая настоящая сибирская тайга. Дальневосточная тайга. Теперь горы, вот эти вот ущелья. Дорога вниз у нас с горного перевала прилегает вот именно туда, в ущелье. Красотища совершенно невероятная. Я не знаю, может быть так в Крыму. В Крыму я не был. Кавказ тоже чем-то напоминает. Именно за Кавказией. Но красота невероятная. Просто как это может быть на такой маленькой относительной территории? Потому что мы тут крутимся. Ну что тут от Лас-Вегаса? Сейчас показывает, что в Лас-Вегасе будет меньше, чем через 3 часа. Сейчас мы ждать и утром. Вот такая вот красотища. Хотите верьте, хотите нет. Это все наши планеты. И это все в районе Лас-Вегаса.